Боксер Алексей Тищенко и гимнасток Евгению Канаеву и Маргариту Олейчук в аэропорту встречали родственники, друзья и журналисты. Рассказывает Никита Смирнов. Раннее утро и дождливая погода нисколько не помешали омским фанатам дождаться своих кумиров на выходе из аэропорта. Для встречи спортсменов специально поданы лимузины. Из золотой троицы прилетели только двое – Евгения Канаева и Алексей Тищенко. С разницей в полчаса. Долгая дорога домой отняла последние силы. За спиной изнурительные тренировки, сами соревнования и торжество победы на Олимпийских играх в Пекине. Конечно, нелегко. Конечно, было что-то тяжело, что-то полегче. Но вообще, конечно, нелегко. О будущем не думаю, я живу в сегодняшнем мире. Зато о будущем молодой золотоносной гимнастке думает тренер Вера Штельбаумс. Эта победа будет далеко не последней, говорит ведущий специалист Центра художественной гимнастики. В начале октября уже старт и опять начинается. Чемпионат Кубка мира. Чемпионат мира клубный в Японии. Так что уже начинается работа. С пьедестала сошел, все начинается с нуля. Ладно. Один из самых титулованных боксеров сборной России Алексей Тищенко в финале Олимпийского первенства сразился с французом Совом за звание чемпиона в весовой категории до 60 килограмм. По итогам четырех раундов Амич одержал победу в этом бою со счетом 11-9 и стал уже двукратным олимпийским чемпионом. Соперник, который был в финале, он очень неудобный, очень хороший соперник. В моих боях все было объективно. Сегодня боксер с восторгом рассматривает вторую золотую медаль и говорит, что на несколько месяцев оставит тренировки. А свободное время посвятит человеку, который ждал его на родной земле с победой. Эмоций было очень много. Не помню на самом деле сейчас, как болела, как переживала, плакала очень сильно. Сейчас все переживания позади. Ямичи уверены, что новые победы на мировых спортивных аренах не за горами. Никита Смирнов, Алексей Измага, Вести, Омск.